Hello World, this is Camerad Atomny, and we are back in interactive learning course SoloLearn, learning C-sharp. Even numbers in the array, we've done that. Мы сделали вот так вот. Следующий код использует цикл for each для подсчета суммы всех элементов множества. Ну, то есть мы здесь создаем множество R, в котором вот эти номера создаем у спортивных машинок, и почитаем, сколько же будет сумма номеров всех этих машинок. Вот у нас такой идет цикл for each для каждого элемента, и подсчитываем общее количество. So, here we see the array with these numbers, and we, with a used loop for each, we've calculated the sum of all these numbers. Класс array предоставляет некоторые полезные методы, о которых будет сказано в последующих уроках. So, the array class gives us a few interesting methods that we will learn in upcoming lessons. Что выдаст следующий код? What would be the result of the next code? 8, 2, 6 у нас создается массив array, а здесь у нас переменный y. Для каждого x в массиве y равен x деленное на 2, то есть 4 плюс 1, 5, плюс 3, 8. So, that would be 8. Многомерные массивы, или мы можем даже использовать, давайте умные слова, матрицы. А давайте сделаем по-крутому, давайте сделаем вот так, как любит смайлсик и как любит большинство. Массиву, куда это хевать, а few dimensions. Многомерный массив декларируется next-ами, вэями. Классно, да? Вот это я все сказал по-русски. Класс, вот это классно, я же такой умный теперь. Вы же ничего не поняли, потому что я такой умный. Вот так вот и действуют в основном так называемые профессионалы от образования, которые умными словами не могут простыми словами объяснить все эти терминологии, заумными называют. И смотрите, и вот этот код, да. А что это такое? А хер его знает, да. Вот так вот так. Все. И теперь давайте определим двумерную, целочисленную массив матрицу 3 на 4. А что же это такое? Видите, какие мы умные слова используем-то? Давайте даже не на пример, а экзампл. Давайте приведем экзампл. Давайте инициируем двухмерный, целочисленный массив матрицу с номерами 3x4. А вот так вот лучше даже, да? А на самом деле мы просто создадим таблицу. То есть создать таблицу или вот такой экзампл с креетим. О, да, с креетим двухмерный, целочисленный массив матрицу с номерами 3x4. Ах, вот как сложно можно-то завернуть просто создание таблиц-то. Ну и вот у нас нормальная строка. Вот это выбросить, вот это объяснение, вот это читаем. То есть у нас создается массив с запятой, то есть это, что будет два измерения, ну то есть таблица. Будут строки и будут столбики, столбики и строки. А еще если мы можем сделать, например, трехмерный массив, то там будет еще, представляете себе, вот у нас табличка. А теперь представьте себе кубик, то есть еще ряды в глубину идут. То есть есть строки, эти самые колонки и ряды вот как бы в глубину. А еще мы можем четырехмерный массив представить в виде вот этого же кубика, который во времени там изменяются значения. И в разное время. То есть четвертое пространство, это как время. Вот таким образом использовать. Или проще, на наглядном примере. У нас есть вагон. В вагоне стоят полочки. Ну как шкафчики. В шкафчиках есть колонка, то есть номер колонки и номер этого самого, ну не строки, а получается полочки. И еще они могут быть выстроены не один шкафчик, а вот несколько шкафчиков в длину. То есть мы указываем номер шкафчика, потом номер колонки и номер этой самой строки, в которой находится номер ряда, в котором находится нужный коробочек, например, с кетчупом. Вот таким образом. И изменяя во времени, то есть в час дня мы забрали 10 коробочек кетчупа, в 2 часа дня положили туда назад 5 коробочек, потом еще забрали 15 коробочек. И получается в разное время одна и та же коробочка будет иметь разное значение. Вот мы просто жизненно показали, как выглядит четырехмерный массив. Индексация массива начинается с нуля. Ну, то есть нумерация массива начинается с нуля. Заполните пустые места, чтобы объявить двухмерный целочисленный массив с восьми строками восьми строками. Не так. Филайте empty места, чтобы декларировать двухмерный цифровой, давайте даже бинарный, целочисленный массив матрицу с восьми стрингами и восьми ровами. Вот класс! Вот это объяснение, да. Аж ничего не понятно. То есть создайте таблицу с восьми строками и восьми столбцами. Здесь мы делаем, мы ставим запятую, то есть у нас два... Блин, неудобно. Вот что я вам скажу. Неудобно создаются множество в C-шарпе. Лучше посмотрите мои эпизоды по колоботу, там массивы объяснены значительно проще, там другой синтаксис, он легче записывается. NewInt88 вот так вот сделали. Многомерные массивы, Multidimensional Arrays. Мы можем инициировать многомерные матрицы таким же образом, как и одномерные матрицы. Вот так вообще круто, да? А матрицы, использовать слово матрицы и сложу в десять раз умнее. Не всем непонятно, но зато в десять раз умнее выглядишь. Например, создаем двумерную матрицу Сам Nunes 2, 3, 5, 6, 4, 6 и пошли. И Neo сейчас им в Тринити прибежит и прочие вещи. Путает, правда, вот это все? А на самом деле создаем просто таблицу со строками и столбиками. То есть создаем двумерное множество. Два столбца, три строки. Пять столбцов, шесть строк. Вот так вот. Таким образом будет создано множество с тремя строками и двумя столбцами. Вложенные фугюрные скобки используются для определения. А почему мы не будем заменять вот не фигурные скобки, а давайте крутым словом фигурные парентесы. Фигурные парентесы. Так будет круто. Английское слово вставили умное и будем фигур парентесы. Вложенные фигур парентесы используются для определения value каждой строки. Чудесно. Теперь меня только сложнее понять. Это круто. Это круто. Так и надо объяснять. Зато сойду за умным. Моя задача объяснить, поэтому я стараюсь объяснять простыми словами. То есть вложенные фигурные скобки используются для определения значений каждой строки. Для получения доступа к элементу массива предоставьте оба индекса. Например, выражение какие-то числа 2,0 вернет значение 4, так как оно получает доступ к первому столбцу третьей строки. Для этого надо было бы таблицу показать, чтобы было видно, как это выглядит. А тут неудобно было представить это все. То есть у нас второй элемент, то есть вторая строка, это будет... Блин, а тут непонятно как. Раз. 0, 1, 2. И нулевой элемент это получается... Да, четверку вытянется. Все правильно. Давайте создадим программу, которая будет отображать значение массива в форме таблицы. So, we will show some values of the array in the table. Давайте круче матрицу. Мы создаем сейчас матрицу, ребята, с вами. Настоящую матрицу. Видите? Двумерная матрица создана, значений. Как это круто, как это заумно. Двумерная матрица множества значений. Плеск. И никто ничего не понял. Шикарно. Вот так и учат. Мы использовали два вложенных цикла. Один для и... для итерации по лайнам, давайте так. А другой для итерации по роуам. Выражение консол после ауто одной строки переводит in на новую строку. Переводит out на новую стрин. Вообще ничего не понять. То есть мы использовали два цикла для того, чтобы проходиться по строкам таблички и по столбцам таблички. Вот для чего. Вначале мы проходимся, берем первый столбец, вернее, берем первую строку и проходимся по ней все столбцы прошли. Потом берем вторую строку и проходим по ней все столбцы. Третью строку и вот таким образом мы проходим по табличке. Множество могут иметь любое количество измерений, но помните, что множество с более чем тремя измерениями являются сложными в управлении. Четырехмерное множество вполне можно представить себе. Я даже как-то представлял в виде реальной картинки, реального примера из жизни пятимерное и шестимерное множество. Я сейчас не вспомню эти примеры, но можно наглядно представить себе это. И тогда все становится, когда наглядный пример получается, то тогда пятимерное и шестимерное множество легко можно представить на примере реальных каких-то вещей. Но, конечно же, поскольку я говорю простыми словами, я разве могу быть умным? Сколько измерений имеет следующий массив? у нас? Раз, два, три, четыре. Три запятых, то есть четыре пустых места, это значит четыре четырехмерный массив. Ледер арейс. Давайте посмотрим, что это такое у нас. Зубчатые массивы ступенчатые 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 массивы или ступенчатая матрица, вот так круто назовем, является множеством, чьими элементами являются множество, проще говоря, это множество множество объявления одновременно массива имеющего три элемента, то есть объявления одномерного множества, имеющего три элемента, каждый из которых является одномерным целочисленным множеством. Давайте проще, У нас есть коробочки с игрушками, есть коробочки с одеждами, есть коробочки с едой. И вот у нас получается множество разных элементов. У нас есть коробочки с игрушками, коробочки с едой, коробочки с одеждами. И все это наши вещи. Мы создаем большое множество множеств. Вот на таком примере. То есть мы создаем наши вещи и разные типы вещей. внутри находятся вот таких вот подмножеств надеюсь я вам объяснил эти пример то есть у нас шкаф выделяется с тремя разными шкаф называется наши вещи и у нас три отдела шкафа с отдельными дверцами в каждом отделе у нас отдельное множество так мы скажем по умному где отдельные типы вещей то есть мы первую дверцу открываем там у нас множество игрушек вторую дверцу открываем там у нас множество вещей наших одежды 3 открываем там у нас множество еды нашей вот лично понимаете как а как это заумно то звучит здесь и приводится странными формулами вообще можно мозг сломать себе а на самом деле простая вещь каждое измерение является массивом так что вы можете инициировать массив при объявлении прохожим образом я не понимаю зачем это для новичков вот и зачем такие абстрактные примеры это только запутывать вы можете получить доступ к элементам одного массива как показано например в примере ниже 2142 то есть у нас создается вот массив а в нем еще три массива создались вот такие одномерные но это блин то же самое то есть мы можем создать двухмерный массив либо мы можем создать одномерный массив который поместили еще три одномерных массив то же самое что двумерный массив там с тремя строками и каким-то количеством элементов что одномерный массив с тремя встроенными массивами одно и то же ему можно получается доступ ко второму элементу третьего массив ступенчатый массив является массивом массива так что int является массивом типа int а каждый его массив может иметь различную длину и занимать свой блок памяти многомерный массив int является одним блоком памяти подобным матрица он всегда имеет одинаковое количество столбцов для каждой строки подобно матрице ну вот и матрица мы вспомним ok so there is example that we can create a multiple like in one array we can create another arrays and that's like a called the ladder arrays like ladder of arrays and for example like we creating the one-dimensional three one-dimensional arrays inside one big array and they showed that example so we have the locker named our things like my things and we opening the first door and there is five shelves in that door and it is named my toys the second door or the second array we're opening up and there is a five variables or five values that represents different types of clothes my clothes and like third door or third array that is the example of for example of my food different types of food of different child заполните пустые места чтобы объявить ступенчатый 8 2 механых массивов 8 82 incorrect неправильно ok just a couple просто восемь комментарии комментарии ok this one вот это свойства массива и методы properties of arrays and methods Класс массивов или множества в TureMMC представляет различные свойства и методы для работы с множествами. Например, свойства длина и ранг возвращают количество элементов и количество измерений массива, соответственно, множество соответственно. Вы можете получить к ним доступ, используя синтаксис с точкой, так же как и к любым другим элементам объекта. Ну вот у нас создано множество R, три элемента у него R, длина, подсчитать длину. R, ранг это сколько многомерный или одномерный массив. Нам здесь выдаст три элемента, а здесь выдаст один. So here the arrays has their own methods, like the majority of objects. And the methods called length and rank show the amount of elements in the array, and rank shows the dimensions of array. Live long and prosper until the next episode, comrade. Соживите и процветайте, и до следующего эпизода, товарищи.